Девочка-пай 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 Привет! Чем ближе он приближается, тем дальше я удаляюсь. Я буду приходить до тех пор, пока не получу то, что мне нужно, Джулия. Что ты хочешь? Кто это? Девочка-пай Пойми, Джи, но моя старая подруга. Однажды она мне помогла, и с ней я связывал надежды на будущее. Да, жизнь распорядилась иначе, но у меня остались к ней теплые чувства. Когда она впервые пришла ко мне с этим проектом, я решил ее поддержать. Ее положение вызывало жалость. Без помощи она впала бы в отчаяние и покончила бы с собой. Но если говорить правду, то этот бизнес не для меня. Шантаж всегда дурно попахивает. Непростая ситуация, Банни. Знаешь, чего я опасаюсь? Как бы это ни отразилось на ней, она все равно ничего не сможет сделать. Извини, мне надо поговорить. Да. Сидни, как дела? Да, непонятно. Я видела Мэйсона и Джулию Кэппелл, и... У меня сложилось впечатление... Мне показалось, что им известно, что произошло с Сашей. Нет, возможно, я опять накручиваю себя. Я знала, что Блейки припрятал копию пленки, но не ожидала, что она окажется в твоих руках. Откуда мне известно? Может быть, она уже растиражирована? Я уже говорила, что не занимаюсь шантажом профессионально. Серьезно? Я просто пытаюсь выбраться из-под кучи долгов, которую ты вывалила на меня, и я хочу начать новую жизнь для себя и моего сына. Ты сама виновата во всем. Такие, как вы, считают, что им все дозволено и чувствуют себя жертвами, когда приходится за это платить. Августа, в таком случае, за эту пленку я назначила бы намного большую цену. Я смогла бы вернуть часть моих четырех миллионов долларов. Разве я это сделала? Нет. И не искушай меня. Ты подпишешь это или нет? Держи. Если у тебя есть сотни кассет, ты сможешь показывать их в городе за деньги, когда они тебе понадобятся. Сыграла я там неплохо. Но больше всего я надеюсь, что ты всю свою жизнь будешь гнуть спину в этой забегаловке. Исключено. Возможно, я начну с нуля, Августа. Но обещаю, что в один день, а он наступит намного скорее, чем ты думаешь, я снова буду на вершине. И я говорю не только о деньгах и власти. Я говорю о моем статусе. На этот раз никто не отнимет его у меня. И ты никогда больше не будешь голодать. Отдай мне пленку, Скарлетт. Только великий Кахано сможет заставить запасной генератор заработать. Ты арестован за убийство Тома Феллоуза и Джейн Кингсли и покушение на убийство Иден Кастильо. От одного упоминания ее имени у меня по телу пробегают мурашки, Круз. Какая женщина. Я, конечно, об Иден, а не о Джейн. Ты имеешь право хранить молчание. В противном случае все сказанное тобой может быть использовано против тебя в суде. Знаешь, Круз, тебе надо искать беднягу Маркоса. Он совершил все эти ужасные преступления, а не я. Ты ничего не докажешь. Тебе известно, я слишком умен. Мне известно, что ты прирожденный неудачник. Ты ошибаешься. Керк Крэнсон – прирожденный победитель. Сейчас в твоих руках оружие, но у меня в руках остались все козыри Круз. Здесь я хозяин. Практически каждый квадратный метр этого острова заминирован. Мне одному известно, как отключить электродетонаторы. Боже, разве тебе не нравится это напряжение? Одно неверное движение – и вы будете проткнуты копьем. Копьем. А затем вас бросят на растерзание голодным рыбам. Да. Вы платите деньги, но вы и рискуете. Ужасная привычка. Даже отвратительная. Скоро мне придется это бросить. Кроме убийства нескольких людей, этому единственный порог, который я могу себе позволить. Круз, осторожно. Я хотела звонить в полицию. Джулия, она шла впереди меня. Когда я оказался там, она исчезла. Ты не заметила, куда она пошла? Нет. Я говорила по телефону. Ты отошла от окна, чтобы поговорить с кем-то по телефону? Это была Саша. Откуда она звонила? Я думаю, что из ада. Ты считаешь, что у всего этого должно существовать логическое объяснение? У меня есть свое. За всем этим стоит несколько человек, потому что только настоящий призрак может одновременно находиться в нескольких местах. Хорошо. Что она тебе сказала? Пока она не получит то, что ей нужно, она не оставит меня в покое. Что ей нужно? Не знаю. А что ты сам думаешь? Не имею представления. Прости. Прости. Я был груб. Я раздосадован тем, что ее упустил. Алло. Есть кто дома? Бонни. Да, Мэйсон. Что с тобой? Ты даже не поздоровался? Прости. Так получилось. В чем дело? Слушай, сестра Саши Сидни утром заходила в клуб. Она сомневается, что вы с Джулией говорили с ней откровенно. Тебе интересно? Она сейчас в клубе? Хочешь поговорить? Нет, нет. Все в порядке. Спасибо. Я ценю твою заботу. Сидни в логове. Она сомневается в том, что мы говорили. Правду. Это означает, что она не могла сейчас краситься по пляжу в Сашином костюме. Это опровергает твою теорию. А если действительно здесь замешано несколько человек? В этом случае один из них был на берегу, в то время как Сидни звонила нам по телефону. Скажи, если она затеяла эту игру в призраков, то почему она написала в полицию заявление о ее исчезновении? Хороший вопрос. Ответа у меня нет. Только предположение. Давай все продумаем. Потому что, если она нам не поверила, я сомневаюсь, что она уедет отсюда, так ничего и не узнав о своей сестре. Я отвезу тебя. Банни вызвал такси. Я просто хотел... Тебе больше не надо обхаживать меня ради своей сестры. Во-первых, это не сработает. Во-вторых, она получила все, что хотела. Ей больше не нужны твои услуги. Единственное, что можно тебе посоветовать, так это выброситься из окна. Как великодушно. Когда ты вернешься домой в трейлер к Джине и маме, то за попкорном Джина расскажет, что было на пленке, которой она шантажировала меня. Извини меня. У меня раскалывается голова, я пойду на воздух. Прощай, Мэг. Это было интересно. Выпьешь бокал шампанского? Нет, спасибо. Я забыла. Ты его не любишь. Как настроение? На миллион долларов. Точнее, на сто девяносто тысяч. Что думаешь? Осуждаешь? Я растерян. Хорошие парни победили. Это все, что надо знать. Странно. Сегодня я впервые узнал о пленке. И о твоем шантаже. Мне просто повезло. Я должна была найти способ, чтобы вырваться из когтей Августы. Ну, перестань так смотреть на меня. Как же? Как будто я поступила с тобой нечестно. Ты считаешь, что я низко пала? Я не понимаю, как ты собираешься начать новую жизнь, завязнув по уши в дерьме. Надо с чего-то начинать. Я пробовала договориться с Августой. Ты все сам слышал. Я прагматик. Я всегда играю по-крупному, как Си Си Кэппелл. И как все богачи, с которыми ты играешь в поло. Чтобы добиться результата, иногда приходится выворачивать руки. Джина, жизнь дерьмо. Не надо делать ее хуже, чем она есть на самом деле. Прости меня, отец мой, за все мои прегрешения. Извини, но если надо будет, то я согрешу еще раз. Интересно, а что ты скажешь Брэндону? Ты не раз ему говорила, что ложью и хитростью нельзя решать проблемы в школе. И ты ждешь от него, что он вырастет честным и порядочным человеком. Он что, должен верить твоим словам, а не поступкам? Ты все расскажешь Брэндону, Мэк, да? Конечно, я буду молчать, но он все сам узнает. Впутывая Брэндона, ты начинаешь играть со мной не по правилам. Я его не впутываю, это ты прикрываешься им как щитом. Ты что, не понимаешь мое положение? Если бы я не разобралась с Августой, то у меня никогда не было бы ни своего дела, ни своего дома. Да, значит цель оправдывает средства, и у тебя нет угрызений совести. Я совершила не самый ужасный поступок. Положение Августа сейчас гораздо лучше, чем прежде. Все равно я не смогла бы полностью с ней расплатиться. Она не потеряла деньги. Она получила пленку Блейки. Он мог воспользоваться ею, чтобы ее уничтожить. Августа легко отделалась. А что получила я? Шанс стартовать с Форой, а не с Ганди Капом. Курс, дай руку. Сюда. Вот так. Давай же. Давай. Бедные детки. Вы не успели к раздаче бесплатной еды. И в этом повинен этот человек. Как ты? Спасибо, в порядке. Все в порядке. Что будешь делать? Хладнокровно пристрелишь? Почему бы и нет? Ты не выберешься с острова без моей помощи, Кастильо. Тебе неизвестно, куда придет яхта и в котором часу. Это известно моим людям. Но они предпочтут медленную и мучительную смерть, чем расскажут тебе об этом. Да, ребята. Ну что ж. С другой стороны. Они могут рискнуть и продать меня, как сделал это недавно один торговец, продавший бесплатные образцы моего товара. Да, это тот, чьи останки волны продолжают выносить на берег. Да, босс. Я думаю, что твоя подружка расскажет, куда прибудет яхта. У нее не осталось к тебе теплых чувств после того, как ты попытался скормить ее рыбом. Ты расскажешь, Ланни? Ей ничего не известно. И она никогда не предаст меня. Ты хотел меня убить, Керк. Почему женщины все так близко принимают к сердцу? Это была случайность. Я люблю тебя. Яхта прибудет вечером в северную бухту этого острова. Как ты это узнала? От кого? Кимо разговаривает во сне. В постели он гораздо лучше тебя. Что? Еще одна продажная потаскуха, как и все они. Ты как Иден. Что ты сказал? Всего один шаг. И после нажатия кнопки пульта дистанционного управления вы увидите грандиозный фейерверк. Бам! Клубы дыма, и мы взлетаем на небеса. Мы разлетимся в клочья Кастилья на все четыре стороны. А когда Иден, скорбящая вдова, приедет за твоими останками, то она ничего здесь не найдет. Хотя нет. Возможно, она найдет клок волос своего возлюбленного, оплавленную пряжку от ремня или опаленный обрывок джинсов. Но представь, что ей предстоит пережить, когда она узнает о твоей смерти. Ты только представь ее страдания. Она не будет моей. Но я сделаю ее жизневыносимой. А ты называешь меня неудачником. И трусом в придачу. У тебя нет смелости сразиться со мной? Ты не умеешь драться в одиночку. Это так кахано. И ты называешь меня трусом? Человека, который выжил, потеряв свое сердце, ногу и глаз. Человека, бежавшего из тюрем. Человека, которого не смогли удержать за решеткой. И этот трус, тот, которому выпало удовольствие уничтожить злейшего врага. Трус? О, Боже. Да, я всех вас обманул. Да? Круз, это всего лишь прелюдия. Как ты считаешь? Ладно. Значит, так оно и будет, Керк. Если ты способен только на это. А ведь я был прав. Ты боишься иметь дело один на один. Без оружия и горилл, которые тебя страхуют, ты боишься сразиться со мной в одиночку. Да? Такой вызов... принять не очень легко. Победитель получает все? У проигравшего не будет возможности его остановить. Это звучит заманчиво. Это единственный способ доказать, кто из нас лучший. Но я знаю, что ты не хочешь это выяснять, потому что тебе все прекрасно известно. Да, да, конечно. Лицом к лицу. Без посторонних. Ты шутишь? Нет. Ты удалишь всех из комнаты? Да единого! Выметайтесь отсюда! Нам ничто не должно помешать. Согласен? Пусть они отправляются в бухту и ждут яхту. Нет, мы не оставим тебя. Делай, что сказано, Никки. Я все понимаю, Крош, но мы должны быть вместе. Майкл, мы встретимся на яхте. Да, Майкл, если он случайно не появится на яхте, то ты будешь знать, где он похоронен. Пойдем. Прощай, Ланни. Алоха. Поцелуй и пожелай мне удачи. О, это... Это так антисанитарно. Забирай ее. Но только держи. Подальше от ее любовника Кимо. Он настоящее животное. Что ты теперь думаешь? Это подходящее место для нашей последней встречи. Хорошо. Что дальше? Какая смелость. Почему бы нам не избавиться от оружия и пульта? Давай выбросим. Все одновременно. В воду. И сейчас же. Как символично. Тебя всегда отличала глубина Кастилья. Хорошо. Я уверен, что вам понравится закуска, ребята. Не беспокойтесь. Главным блюдом будет жаркое по-мексикански. Револьвер тоже керк. На счет три? Да. Раз. Два. Три. Три. Теперь... Мы, наконец, сможем... выяснить наши отношения. Когда ты успел стать моим сознанием? Я помню, как ты неоднократно попадал в сомнительные ситуации. Да. Я стал экспертом по проколам. Кажется, ты хотела что-то изменить? Хотела. Я намерена создать прочную и солидную основу. Не зависящую от человека, с которым я связана, на случай, если он исчезнет. Я хочу это сделать одна и без посторонней помощи. Дорогая, это невозможно. Ты скомпрометируешь себя. Я верю в тебя даже больше, чем ты в саму себя. Ты необыкновенный человек. Это не помешает мне в моих планах. Ты пытаешься выглядеть крутой, но я не клюю на это. Я думаю, что тебя не очень-то обрадовала твоя победа над Августой. Возможно, ты прав. Радости мне это принесло меньше, чем я предполагала. Когда мы с Кейтом были вместе, нам нравилось делать дела таким образом. Пойми, ты изменилась, Джина. Да, но не так, как ты себе это представляешь. Мне не с кем приятно проводить время. Извини. Знаю, ты разочарован во мне. Я не оправдала твоих ожиданий. Впрочем, как и Августа. Она наверняка сейчас дома и молится, чтобы я не рассказала тебе о пленке. Сделай мне одолжение. Ничего не рассказывай. И знаешь почему? Мне все равно. Всего хорошего. О котором я говорил очень срочно. Я бы с радостью поговорил о нем в другой раз, но время дорого. Боюсь, что выгодный дельце может выскользнуть из наших рук. Понятно. Я позвоню тебе через день. Мне надо идти у моей дочери. Спектакль. Желаю приятно провести время. Я останусь здесь и выпью чашку кофе. Хорошо. Пока. Прошу извинения. Все в порядке. Си-Си, я... Ничего не произошло. Спасибо. Иногда все выглядит иначе, чем есть на самом деле. Не понял. Это не важно. Спасибо. Ты в порядке? Не стоит задавать вопросы, на которые необходимо отвечать правдиво, Си-Си. А болтать по пустякам мне сейчас не хочется. Что я должен чувствовать тревогу или облегчение? Тебе нужна помощь? Ты не скрывал тот факт, что мы совершенно не нужны друг другу, поэтому бессмысленно предлагать помощь и выражать свою симпатию. Это неловкая ситуация, прости. Почему у меня никогда не бывает под рукой салфетки? Постой. Еще немного, и я растаю. Не надо, Август. Между нами ничего не изменилось. Сейчас у меня не лучшее время. Сегодня мы увидели друг друга без масок. Я должна признаться, что ты совсем неплохой человек, Си-Си. Я с радостью выслушаю тебя. А потом мы сделаем вид, что ничего не произошло. Спасибо. Ибо, думаю, никто не удивится, узнав, что я беспокоюсь и скучаю по дочери своей. Да, я это знаю. Я слышала, что Идон была вынуждена уехать из-за скандала с наркотиками. Как дети? Думаю, нормально. В последнее время мы редко общались. Иногда мне безумно их не хватает. Большей частью мне удается совладать с эмоциями. Как я проголодалась? Извини. И спасибо за все. За что? За платок. Ты получишь его обратно чистым и выглаженным. И у Идон все будет в порядке. Вот увидишь. Вперед. Остановимся, Майкл. Мы не можем оставить Круза. Хорошо, сядь здесь и забудь о геройстве. Послушай, глупо возвращаться назад. Мы только все испортим. Круз считает, что разберется с Крэнстоном, если останется с ним наедине. Неужели весь этот кошмар произошел не по моей вине? Конечно. Неважно, я все равно тебе не поверю. Ты не отвечаешь за Крэнстона. Я ему помогала. Он тебя шантажировал, а ты пыталась спасти жизнь своего брата. Это ничего не значит. Амадо, наверное, сейчас беспокоится. Ты очень скоро его увидишь. Ты попросишь Бога перенести нас по воздуху? Спроси у него также, выгонят меня из полиции или вышлет из страны. Этот остров начинает мне нравиться все больше и больше. Прошу тебя, не думая худшим. Я думаю, что начальство учтет все смягчающие обстоятельства. Тебе влепят строгие выговоры и оставят на службе. Жаль, что мое будущее не зависит от тебя. Я надеюсь, что очень скоро все это изменится. Разве я это заслужила? Ты рискуешь своей жизнью, карьерой, всем. А я причиняла у тебя одни неприятности. Если бы мы поменялись местами, ты также рисковала бы ради меня. Возможно. Возможно. Сделай одолжение, не давая мне этой возможности. Хорошо. Между смертельными врагами существует определенная связь. Как ты думаешь? Я знаю, что это звучит противоречиво, но, как говорится, ненависть — это обратная сторона любви. Возможно, я твоя обратная сторона, Кастильо. И это несколько пугает меня. Одному Богу известно, как я любил и ненавидел Иден, причем одновременно. Большая любовь заставляет совершать большие деяния. Но я не настолько безумен, чтобы осознать свое безумие Кастильо. Я несколько раз сидел в тюрьме и много размышлял о том, что было бы, если бы она любила меня, и если бы наш ребенок остался жить. Это звучит странным, но из меня вышел бы прекрасный семьянин, который на выходные выезжает с детьми на природу, который показывает, как играть в бейсбол, учит плавать, жарит мясо на костре, но при условии, что Иден всегда находится рядом Круз, что она всегда улыбается своей очаровательной улыбкой. И она часто подходит, чтобы меня поцеловать и сказать, что любит. Это было бы замечательно. А затем на ранчо наступает ночь. Дом затихает, гасится свет, дети спят наверху. Все спокойно. В семействе Крэнстонов мы с Иден лежим в постели. Я протягиваю руку и дотрагиваюсь до ее плеча. Она приподнимается и поворачивается ко мне лицом. И я наблюдаю за сиянием, сиянием любви, исходящим из ее глаз. Я чувствую ее дыхание, и как оно начинает учащаться, и я чувствую ее запах. Да, да. Вот так. Я неоднократно представлял себе нашу семейную жизнь. Скажи, Кастильо, я был прав? Частично. У нас еще есть время. Расскажи. Расскажи о своей супружеской жизни. Выполни желание умирающего. Мне будет интересно услышать об этом. Да, тебе будет приятно узнать, Керк, что вынуждал нас жить какое-то время раздельно. Например, например, когда ты похитил нашу девочку. Мы разыскивали ее долго и безуспешно. Идон пришлось уехать, чтобы вылечить свое разбитое сердце, а я, разумеется, остался. Тогда я был наполовину живой. Но мы нашли нашу дочь и забыли о горьких воспоминаниях. Как делали это всегда. Иногда мы отдавали слишком много сил и времени работе и видели друг друга меньше, чем нам бы хотелось, не обходилось и без ссор. Но мы всегда, всегда любили друг друга, всегда. Ого, Круз и Идон. Величайшая любовь 20-го столетия. Кто знает? Возможно, она полюбила бы меня так же, если бы тебя не было рядом, Круз. Наверное, в другой жизни. Если бы ты был последним мужчиной на Земле, то она не полюбила бы тебя. Тебе следовало поискать другую женщину, приятель. Нет. Идон — это моя женщина Кастильо. Послушай, после Идон у меня были сотни девушек. Они все любили меня. Но они были мне не нужны. Я хотел Идон. Разве ты никогда не хотел кого-нибудь? Ради чего ты согласился бы поставить на карту все? Вот что я скажу, Кастильо. Я ценю наш с тобой разговор. Это действительно так. Если бы не были врагами, то наверняка стали бы настоящими друзьями. Но вот что. Вот что я скажу тебе, приятель. Я не допущу, чтобы ты ушел отсюда и вернулся в объятья женщины, которую я люблю. Нет. Единственное решение, которое приходит мне в голову, это признать наше соперничество ничейным и умереть вместе. Таким образом, всю свою жизнь оплакивая тебя, Кастильо, она будет всегда думать обо мне. Прощай, Кахана. Ты говорил, что уйдешь, хлопнув дверью. Надо возвращаться. Если мы выберемся, то сумеем помочь Крузу. Хорошо, я ухожу. Ты останешься, будешь охранять их. Это поможет наладить отношения с Сидни. Она не знала, что я вам звоню. Мы понимаем. Я чуть не умерла, когда вы вошли. Почему ты это говоришь? Я так нервничала. Напрасно. На самом деле, у тебя прекрасный голос. Сидни, я хочу сказать несколько слов о твоем выступлении. Каких? Ты принята. По-моему, это очень важные для тебя слова. Перестань. Банни, спасибо. Когда мне начинать? Немедленно. Но мне надо подобрать репертуар, костюмы. И к тому же у меня нет сил. Тогда завтра вечером. Хорошо, договорились. Надеюсь, что вы придете. Да, мы попытаемся. Прошу вас. Хорошо. Когда ты решила остаться в Санта-Барбаре? Ну, сегодня, после того, как встретилась с вами, мне показалось разумным остаться и подождать возвращения Саши. Надеюсь, вы не возражаете. Я знаю, для вас с этим связано немало неприятных воспоминаний. Нет, это было твое решение. Нас это нисколько не беспокоит. Отлично. Спокойной ночи. Банни, спасибо тебе. Отдохни. Это очень важно перед выступлением. Хорошо. Хорошо. Не сожалеешь о том, что нанял ее? У нас давно не было такой хорошей певицы. Саша не очень обрадуется, когда вернется и увидит, что сестра заняла ее место. Саша ушла, не предупредив нас. Сидни что-нибудь рассказывала о нас, когда звонила тебе? Да, рассказывала, что при упоминании о Саше вы странно себя ведете. Я посчитал, что у нее разыгралось воображение, но теперь думаю, что она была права. Что ты хочешь этим сказать? Вам известно, где она находится. Непонятно, почему вы держите это от нее втайне. Вполне возможно, что под влиянием Сидни вы в это не поверите. Но мы считаем, что она действительно ведет себя странно. Мы, дорогой? Джулия воздерживается от оценок. Может, мы присядем и все обсудим, любимая? Не буду вам мешать разговаривать. Простите, но у меня много дел. На твоем месте я бы подумал о том, что буду отвечать Саше, когда она вернется и увидит здесь свою сестру. Самое лучшее для нас – это пригласить укротителей привидений. Давай попробуем немного расслабиться, насладимся обстановкой. Поговорим нормально, на посторонние темы. Это звучит заманчиво. Хорошо. Отлично. Да. Тогда поедем домой. Джулия, Джулия. Джулия, ты не представляешь, как мне искренне жаль то, что я втянул нас в эту историю. Да. Прости и попытайся обо всем забыть. Это будет очень непросто сделать, дорогой, ведь мы с утра до вечера говорим о Саше. А что касается прощения, то не торопи меня, а попроси его снова лет через десять. Хорошо? Джулия, дорогая, я даю клятву, что как только мы благополучно разрешим ту дилемму, я больше никогда не совершу поступка, который будет терзать и мучить тебя. Хорошо, я выразился высокопарным. Когда все это закончится, я стану серым и скучным человеком. Нет, так тоже плохо. Я... я... Ты все врешь. Я мечтаю отвезти тебя домой, а затем заняться с тобой любовью. Давай пройдемся по пляжу. Еще неизвестно, кого мы там встретим. Привет. Я знаю, что твое участие в фарсе, разыгранном твоей сестрой, было случайным. Представление закончено, публика разошлась, тебе тоже надо идти. Нет, я неправильно сыграл свою роль, я забыл все основные реплики. Да? Не беспокойся, это прошло незамеченным. Я произнесу их сейчас. Зачем? Это необходимо. Августа, мне наплевать на эту пленку. Все мы в прошлом совершали поступки, о которых сожалели потом. Ни у кого нет права ворошить наше прошлое. То, что сделала Джина, недопустимо. Ты бесподобная женщина, и ничего не изменила мое мнение о тебе. Это все, что я хотел сказать. Я перезвоню насчет пони. Спокойной ночи. Спокойной ночи. О боже, ты в порядке? Да. После взрыва я оказался в воде. С акулами. Как тебе удалось спастись? Думаю, взрыв напугал их, по крайней мере отбил у них аппетит. Веришь или нет, он возвращался в лабораторию, когда я его отгнал. Повернись. Зачем? Повернись. Узнать, что случилось с Кирком. Я видел здание Круз, вернее его дымящиеся обломки. Я не уеду с острова, пока не удостоверюсь в его смерти. Он не уцелел после взрыва. Не знаю. Пока осиновый кол не пронзит его сердце, моя жена будет в опасности. Хорошо, он смог выбраться только сидя у тебя на спине. Керк, сукин сын. Вильгельм Теллик, Русс Кастильо. Что это? Керк прислал приглашение. Второй раунд состоится на вулкане. Ты не пойдешь? Возьми меня с собой. Майкл, после всего, что этот человек сделал для меня и моей семьи, я должен разобраться с ним сам. План остается без изменений. Ждите меня на яхте. Если я не вернусь, через 24 часа уплывете без меня. Здесь так тихо. И, как всегда, красиво. Неподходящее место для Романа с привидением. Наши призраки исчезли в океане. Захотели немного поплавать. Саша, это ты? Не прячься, выходи. Она не откликнется из чувства противоречия. Ты начал верить в потусторонний мир? Нет, нет, у меня не хватает на это воображения. Нет, я уверен, что сегодня я видел живого человека, которого можно схватить за руку. Вспомни, что сказал голос по телефону. Чем ближе вы приблизитесь, тем дальше я буду. Мне все равно, призрак это или человек, но я хочу его остановить. Мне кажется, мы слишком далеко ушли в пески. Предлагаю вернуться назад и посмотреть на факты с другой стороны. Это очень важно. Возможно, тогда мы сумеем решить проблему. Каким образом? Я думаю над этим. Что ты делаешь? Загадываю желания по звезде. Я делала это в детстве, и желания сбывались. Какого черта? Субтитры сделал DimaTorzok. Что-то мне говорит, твое желание сбудется раньше, чем ты себе это представляешь. Ужин будет готов нескоро. Я должна его разморозить. Опять гамбургер. Но очень скоро это будет вырезка. Итак, Мэйсон и Джулия теперь у меня в руках. Ты никогда бы не взяла меня в одно из своих дел, сестренка. Тебе всегда было наплевать на свою сестру. Ты была расчетливой стервой. Авторы сценария Бриджит Добсон, Джером Добсон, режиссер Рик Беновиц. На русский язык фильм озвучен студией Микс Медиа по заказу российского телевидения. Редактор субтитров А.Семкин